Рейдовое мероприятие. По поручению главы Анапы, сотрудники управления торговли проводят их ежедневно. Бутылка спиртного и чек этого достаточно, чтобы доказать, что товар приобретен именно в этом магазине. При продаже алкоголя выдается чек, в котором прописано, что продажу ведет индивидуальный предприниматель. Индивидуальные предприниматели не могут по законодательству реализовать алкогольную продукцию, только ООО. По каждому выявленному факту продажи алкоголя без лицензии материалы отправляют правоохранительные органы для принятия мер к нарушителям. Но, по словам Юлии Хоконовой, часто при повторных проверках комиссия видит те же полки со спиртным и бойкой торговлю. Например, владелец этой точки пояснил, что лицензия находится на стадии оформления. И такой аргумент у каждого второго. Представители администрации вызвали сотрудников полиции. В ходе мероприятия они изъяли 68 литров спиртных напитков. Данный гражданин сейчас пояснил, что с тяжелым материальным положением он был вынужден спустя полтора месяцев заново приобрести алкогольную продукцию как физлицо и поставить себе в магазин. Общественники – добровольные помощники в борьбе с торговлей суррогатным алкоголем. Анапчан не устраивает большое количество торговых точек, где льется рекой спиртное. Настоящий суррогат – риск для здоровья людей. К сожалению, достаточно часто мы выявляем повторные и не только повторные, неоднократные факты незаконной реализации алкоголя в одном и том же торговом объекте. По данным полиции, в 2015 году в Анапе из нелегальной продажи изъяли более 178 тысяч литров спиртных напитков на 20% больше, чем в 2014 году. С начала текущего года полицейские уже изъяли около 6 тысяч литров. Дальнейшая судьба товара зависит от решения суда. Его могут вернуть владельцу, если он совершил правонарушение впервые. При этом после изъятия предпринимателям ничего не мешает опять пополнить склад и продолжить торговлю до тех пор, пока не поступит очередной сигнал. Трудности, наверное, возникают в том, что санкции статьи всего для предпринимателя от 5 до 10 тысяч рублей по данной статье. В этой ситуации глава города Сергей Сергеев, встречаясь с представителями общественных организаций, просит их активнее сообщать о разного рода нарушениях, а с подчиненных добиваться эффективного взаимодействия с полицией, ежедневно направляя в правоохранительные органы результаты мониторинга. Продолжение следует...